Уважаемые дамы, господа, здравствуйте, ресурспаки, подъехали, приехали, прикатились, наконец-то, сегодня мы смотрим на целых 7 ресурспаков для Майнкрафта, некоторые из которых очень странные, непонятные, рандомные, но некоторые из них очень полезные и интересные, вам реально понравится сегодняшний видос, и я надеюсь, мы сможем набрать хотя бы 4,5 лукаса, было бы очень мило, приятно, рандомный коментоз, залетает от Майкл Сэмюэллоу, надеюсь, я правильно прочитал, который пишет, всегда люблю собирать носки под видосы керамики, окей, допустим, вот такие у нас комментарии бывают, не знаю, напишите вы в комментариях, что вы еще любите делать под мои видосы, господа, что ж, давайте, наверное, просто приступать, окей, я думаю, первый ресурспак, на который мы посмотрим, будет у нас сегодня самый крутой в этом выпуске, потому что он добавляет Майнкрафт-эмодзи в Майнкрафт, как, что, где, почему, вы, наверное, хотите спросить, а я вам объясню, теперь, когда вы установили этот ресурспак, вы сможете использовать вот такие различные Майнкрафт-эмодзи, именно так, как вы можете видеть, я могу вставить, например, вот такого Стива, я также могу промотать, потому что я открыл специальный документ, где есть все эти файлы, точнее, текстовый символ, который вы просто копируете из этого документа, вы можете его открыть в браузере, вы можете его скачать и просто копировать эти эмодзи, и теперь в Майнкрафте они будут выглядеть именно следующим образом, и здесь их просто невероятное количество, друзья, я прямо сейчас копирую их из файла на моем втором мониторе, у нас есть, например, а вот такой зомби у нас, например, есть, вроде это лошадь, если я не ошибаюсь, давайте посмотрим, что еще здесь есть, здесь, например, у нас есть жаба-легуха, бум, вы можете видеть, как это все очень круто выглядит, и вы можете ими спамить, если вы хотите, то есть, если у вашего друга также установлен этот ресурспак, вы можете переписываться с помощью таких эмоутов, и также это будет работать офигенно на сервере, потому что это просто ресурспак, и вы просто копируете специальные текстовые символы, и вы можете видеть, я вставил кого-то, мне кажется, это персонажи из Майнкрафт-данженов, здесь много чего есть, у нас даже есть вот такой блок алмазной руды, но это еще не все, потому что также у нас есть полуразломанный блок алмазной руды, который наполовину, как вы можете видеть, разломанный, торчат алмазы, разве это не здорово? И здесь я, как вам и сказал, этих эмоутов просто невероятное количество, я мотаю, и я даже не знаю, что вам еще показать, например, у нас есть деревянный меч, если вы хотите, а если вы вдруг захотели алмазный меч, он тоже здесь есть, я могу прямо сейчас скопировать, следующим образом, если у меня это получится, бум, вставил, и вот он. И, как вы можете видеть, можно ими спамить, но это еще не все, потому что также вы можете использовать эти эмоуты на табличках, но здесь есть одно но, например, вы вставили этот эмоут на табличку, но вы видите, что он черный. Для того, чтобы сделать, чтобы этот эмоут, этот эмоут был цветным, нужно использовать белые красители, чтобы подсветить, так сказать, этот эмоут, и вы можете видеть, вуаля, он работает, то есть теперь я могу взять и заспамить сюда много, например, мечей, и подсветить его вот этим моим белым красителем, вы можете видеть, это работает великолепнейший ресурспак, это реально очень круто. Конечно же, все, что я вам показал, это такая маленькая часть всех эмоций, которые там есть, поэтому идите сами, проходите по ссылке в описании, скачивайте и пробуйте эти эмоуты, и играйте с друзьями, переписывайтесь именно такими смайлами, потому что, ну, разве это не здорово, друзья, мне кажется, это один из самых крутых ресурспаков за последнее время, которые мы видели. Ну, а теперь, я думаю, самое время перейти к различной дичи, да, конечно же, я подобрал сегодня дичь обязательно, но на самом деле, ладно, значит, что мы пойдем по порядку, потому что второй ресурспак довольно-таки крутой, плюс мы уже видели что-то подобное, но это новый ресурспак на версию 1.18.1 с Аптифайном, который теперь обновляет взрывы именно так, теперь взрывы будут выглядеть очень эффектно, друзья, и давайте мы посмотрим на то, как они теперь будут выглядеть для этого мотоизма, сванетного крипера, подожжем его, и вы можете видеть... Да, господа, именно так теперь у нас будут выглядеть взрывы, очень реалистичный, реальный черный дым, а эти криперы успели взорваться до того, как они сами взорвались, поэтому... Да, ребят, выглядит теперь это именно таким образом. Здесь звук не меняется, я помню мы когда-то смотрели на подобный ресурспак, который тоже заменял именно сами вот эти вот текстуры взрыва, но также добавлял кастомный звук взрыва, но в этом случае кастомного звука нету, но есть именно сам новый взрыв, который реально как будто бы какую-то бомбу взрываешь. Давайте мы возьмем TNT и попробуем это сделать с парочки TNT, просто посмотрим на то, как это будет выглядеть. Это будет очень эффектно, давайте посмотрим, и вы можете видеть, и вы можете видеть, вуаля, работает следующим образом, очень прикольный ресурспак, опять же полезный, мне кажется многим такой зайдет, вы его скачаете, кто-то из вас, не знаю, напишите в комментариях, если вы его скачаете. Ну а вот теперь самое время переходить к настоящей дичи, потому что следующий ресурспак, который мы посмотрим, давайте, наверное, посмотрим на вот этот, это у нас ресурспак, который заменяет котов на крипер котов, давайте посмотрим, найдем ли мы какого-то кота рандомного в этой деревне, или мне придется его заспавнить. Погодите, это что, деревня из двух домов? С трех домов? Деревня из трех... А, нет, деревня продолжается в ту сторону. Окей, неважно. Давайте мы возьмем просто кота. И, по идее, теперь это у нас будет какой-то кот-крипер, который... Погодите, что-то пошло не так. Господа, господа, все попутал, все перепутал, ничего не понял. Но это в моем стиле, в стиле Кейна. Ребят, этот респак заменяет не котов на котов-криперов, а крипера на крипера-кота. Я все сказал? Вы все поняли? Короче, друзья, вы можете видеть. Вот, на самом деле, это все еще не дичь. Это довольно-таки забавный респак. Он мне нравится, как он сделал. В принципе, это все, что добавляет, это только новая текстурка, новая моделька кота-крипера. Вы можете видеть, выглядит она теперь таким образом. Что будет, если его взорвать? Он просто взорвется, и взлетят другие коты в воздух. А поэтому, в принципе, я даже не знаю, что еще добавить. Кроме того, ну, то, что довольно-таки милая текстурка кота. И, в принципе, вот теперь, отвечаю, мы переходим к дичи, друзья. Или же все-таки нет? Нет еще не самая такая дичь. Самая дичь будет вот, наверное, здесь. Но давайте посмотрим на следующий респак от русского создателя. Я видел то, что описание было также на русском языке. И, вроде бы, если не ошибаюсь, этот респак заменяет назаритовые мечи. Но я... Я не вижу, чтобы что-то заменялось. Мне кажется, нужно, значит, переименовать каким-то образом этот назаритовый меч, чтобы он работал. Да-да-да-да-да, друзья, я был прав. Нужно все-таки переименовать назаритовый меч для того, чтобы эта штука у нас работала. Нужно переименовать его вот в Зангетсу. Ну, короче, друзья, это какой-то меч из какого-то аниме. Похож на просто гигантский кухонный нож, друзья. Просто посмотрите на эту дичь. Но также у нас есть возможность переименовать назаритовый меч в другую версию этого аниме-меча. Который называется Холлоу Зангетсу. В чем от... А! А! Просто цвет наоборот. Погодите. Нет, да, цвет просто наоборот. Текстурка та же самая, точнее, моделька та же самая. Но, да, друзья, в принципе, если вам нужен кухонный нож... Ребят, я не знаю, что за аниме там было написано на сайте. Я не шариваю аниме, поэтому... Не знаю, напишите. Вы, если вы знаете, откуда этот меч, давайте, давайте за такие аниме. Давайте напишите. Занагезан... Зачем я это произношу, если я не знаю. Поэтому, да, друзья, вот такие вот теперь у нас есть мечи. В принципе, моделька довольно-таки забавная. Поэтому, как бы, да, это все, что добавляет именно этот ресурс-пак. Но, опять же, повторюсь, от русского создателя. Поэтому, класс, найс, идем дальше. Погодите, что там было на... Я... Окей. Что... Что здесь? Неважно, что там написано. Идем дальше. Следующий ресурс-пак у нас вроде бы опять же заменяет... Точнее, не опять же. А на этот раз он заменяет котов. Вы можете видеть... Да, на этот раз он реально заменяет котов. И было написано то, что этот ресурс-пак называется эндер-дог. Короче, вместо котов теперь у нас какие-то эндер-псы. Я не знаю, почему псы. Потому что у них, типа, уши такие большие и висят. Наверное, именно поэтому автор это так назвал. Но, как бы, опять же, это все, что добавляет этот ресурс-пак. Именно так, друзья, просто вот такие эндер-коты или эндер-псы, как хотите их называйте. Поэтому, да, ребята, Крипер просто офигел такое количество котов. Просто убежал. Поэтому, что я могу сказать? Замечательно. Идем дальше. У нас осталось два ресурс-пака. Следующий... О, боже мой. Вот это вот непонятно, друзья. Мне непонятно, но окей. Называется Mustache Pack. То есть, этот ресурс-пак добавляет усы всем мобам в игре. Всем мобам. Я не шучу. Вот видите корову, да? Видите Крипера? Опа, усы есть. Видите корову? Усы также на месте. Я хочу найти голема, который фиг знает, где вообще здесь будет обитать. А вот и он, кстати. Да, у него тоже есть усы, друзья. У него есть усы. Вы можете видеть. О, что-то как-то стрёмно, когда он на меня так с усами смотрит. Но, да, ребят. Похоже реально на мои усы. И, в принципе, это всё. И что вы хотите, чтобы я ещё сказал? Это усы у мобов и... Да, даже у кота есть. Интересно, погодите. Папферфиш. Я хочу, я хочу иглобрюха посмотреть. Неужели у него тоже будут усы? Не может быть. О май гад. У иглобрюха тоже есть усы. Вы видите? У него усы. У него реально усы, друзья. Ах, великолепно, великолепно. Ох уж эти дикие странные рандомные ресурс-паки. Да, и такое тоже существует. Я вам оставлю ссылочку в описании, если вдруг вы захотите его скачать. Не знаю зачем, но пусть будет. И следующий ресурс-пак очень рандомный, странный. Называется TBH. Я не знаю, что это за персонаж из какого игры, из какого мульта. Я не знаю, что это такое. Но, по идее, он заменяет теперь свинью на вот этого мультяшного TBH. Который издаёт очень странные звуки. И вроде бы есть ещё один звук, который мы не слышали. Который по... А... Вы не... Погодите, должен быть ещё другой звук, вроде. Нет? Нет, походу... Ха. Возможно, друзья, второй звук проигрывается, когда мы убив... Окей, да, всё-таки... Всё-таки это именно так работает. Вы слышите? Окей, надеюсь, вам было слышно. Ну да, друзья. Это... Это всё... Это всё, что добавляет в ресурс-паки. Я не знаю, кто это такой. И это теперь, я так понимаю, сырая свинина, которую мы потом сможем пережарить в Hollowed TBH. Это типа жареная свинина. И как бы да, на это всё, господа-господа. Да-да-да-да. На этом заканчивается наш сегодняшний видос. Довольно-таки забавный выпуск у нас сегодня получился. Надеюсь, он вам понравился. Мне наверняка больше всего понравился ресурс-пак с эмодзи. Майнкрафтовскими эмодзи. Это было довольно-таки забавно. Не знаю, напишите в комментах, какой вы скачаете. Какой понравился, какой не понравился. Но... Я надеюсь, вы поддержите этот видос Лукасом. Подпишитесь, нажмёте бубенец, колоколец. Оставьте какой-нибудь комментоз. Ну, а с вами был мистер Клён. Ииии...